МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Марья, ты чего? Пошалила? В город тащится? Да ещё с ребёнком? Подумайся, Марья, тут чёрт попутал с этим медведем. Давай вместе жизнь налаживай. Марья, ну полюбил я тебя, Свету не вижу. Ты-то полюбил, а мою любовь, видно, тот медведь в лесу обломил. 21 ноября ушла из жизни советская российская актриса Нина Ивановна Русланова. Несколько дней назад она попала в больницу после инсульта. Несмотря на усилия врачей, спасти Русланова не удалось. Народной артистке России было 75 лет. Нина Русланова родилась в декабре 1945 года в Харьковской области. В двухмесячном возрасте её нашли на железнодорожном полустанке и определили в детский дом, где воспитатели дали ей имя и придумали фамилию. Актёрскому мастерству Нина Русланова обучалась вначале в Харьковском театральном институте. Но после второго курса девушка переехала в Москву и поступила в ГИТИС. После его окончания Нина Русланова стала актрисой театра имени Вахтангова. В 80-е годы она играла на подмостках театра имени Маяковского и театра имени Рубена Симонова. В кино Нина Ивановна дебютировала в 1967 году, снявшись в главной роли в картине «Короткие встречи» вместе с Владимиром Высоцким. Этот фильм был удостоен премии Ника. После выхода фильма «Тень исчезает в полдень», где Русланова сыграла главную роль Марьи Вороновой, она стала знаменитой на весь Советский Союз. До 2016 года Нина Русланова будет много сниматься. В советском кинематографе ей достанутся главные роли в таких фильмах, как «Афоня», «Познавай белый свет», «Будьте моим мужем», «Берегите мужчин», «Валентина и Валентина», «Зимняя вишня и собачье сердце». Вот ты до чего докатился, Борщов. Привозишь в дом, сам не знаешь кого. А может, это проходимец. Или преступник, которого ищет милиция. Ты документы у него проверял? Гражданин, а ну-ка, предъяви документы. Ну, что ты, как демон пристал. Подожди, ну сына же войдет. Ну, что ты, как будто тебя омолодили. Нам это не к чему. Да чего ж ты огнезная? Ну, вон, бессовестный. Перестройку и непростые девяностые годы режиссеры никогда не забывали Нину Русланову и всегда были рады видеть ее на съемочной площадке. В театральных кругах и отечественном кинематографе она была живой легендой. О дате и месте прощания с актрисой будет известно позднее. Светлая память Нине Руслановой и соболезнования родным и близким. Светлая память Нина Русланова и соболезнования родным и близким.